он потом монолиза вверх называется у меня по-моему есть джина фракта у тебя какого качества больше 128 ну посмотрели так сделано тоже кофе че хотел сделать билет я уже сказал и Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот пас и сель по аналоговому лиги идет а у тебя в сотовая связь это фактически tcp и станция по которой мой собор айпи работает вот так вот при себя работает сотовая связь если грубо ограничить ну не считая там на что они могут цивилируют по сотовой связи да да народ так и делал до этого пошли на мега ранить когда было зрение это не делал шанс Слышно, всё равно не тут факт отнимать. Слышно, у себя тут вообще пожарная. Прыгиваешь на машину, я думаю, что на машине не скручу. Просто без всяких проблем прыгаешь на крышу автомобиля, и всё, и в кружине. Все, приоровы! Нет, это л! Это л-ж ! Я так толстый, не полно! Ну вот, как это выглядит. Есть, это не только! Это л-ж-ж! Магия! Слыша, как раз! Магия! Вот это! Нет, это все! Магия! Теперь я вернусь на кадре. Вот это когда я, как правило, Продолжение следует... 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 на работе своим андроидом я не могу ну что он а какого не будет вот эти айфон а вся проблема в том что айфон вместе с марком они заведомо созданы и все может нет я поэтому по естественному я буду чувствовать очень мощный прочее андроид же заведомо не предусмотрен на организации ничего кроме или сколько сахара а у них же у андроида нету как организации системы вот все контакты не сыпь сахар на пол чего а канала это чуть-чуть моккое поэтому оно не сыпется и сыпется но ты не замечаешь а кофе тебе сколько ну ложка полтора ну он же все свои данные по дизайну системы хранит в интернете на гугл аккаунте я ничего тебе не могу сказать но бесплатно ничего не бывает правильно они тебя обезвлеченно продают хедвентом и паривают тебе ты его бы размешал а я думал ему ложек подать что он сам бы размешал ну ты уж сахарик с этим все можно прям сейчас размешать что блядь за мир он же подходит а вот тебе кофе только размешивай сам вот у тебя ложка несет ложка это уже утилита да с моим говоря вашим языком свой кофе я я не знаю как то для меня как бы пакетный менеджер это такая система которая позволяет как бы интегрированно хранить в системе я как бы не сторонник тому что каждая программа тянет за собой библиотеки и еще прочее ну не знаю как то если нужна библиотека трем программам нахрена каждая программа с собой притащить по библиотеке правильно а когда ты ставишь нормальную систему нормальный пакетный менеджер ты и говоришь поставь мне вот эту программу он тебе притащил все эти три библиотеки нужны поставил и все больше не трогаешь когда надо что-то обновить ты даешь ему команду обновил вот это можно послеживать против это редкий случай когда тебе не надо обновлять это очень такое за это у тебя продаж все лет в лесу игры сейчас раз а пример тут же приведешь из продакшена который у тебя в этом самом в интерпрайсе да да только мы только говорили доступных системах для обычного пользователя ну хорошо а культура пример у тебя сразу же из интерпрайза идет то же самое они из него программы вот она старая и именно эта библиотека а для этого в линусах можно заморозить определенную библиотеку сделать альтернативы что все программы пользуются новой библиотекой а для этой конкретной программы мы оставим старую это сейчас предусмотрено в принципе да ну потому что это не правильно потому что это как минимум сейчас скажу небезопасно сейчас объясню потому что в некоторых некоторых библиотеках находят уязвимости и комьюнити регулярно их пиксит и апдейтит и поэтому когда ты если ты скажем так берешь хороший дистрибутив и постоянно его апдейтишь то у тебя очень большие шансы что всякие дырки у тебя будут закрываться ты конечно можешь получать новые но это любая проблема компьютерной системы нету сейчас системы где нету дырок в любом месте может всегда найти куда подключать но вот а может случиться такое ты поставил программу у тебя в этой программе библиотеков которые позволяющие получить права рунта от пользователя и ты ее не обновляешь она у тебя валяется и прочее и ты ее запускаешь и тут же зловременная программа получила как положено да если эта программа обновляешь то она явно стоит а если эта программа не обновляет ну и не знаю ну не знаю вот этот вопрос как раз из тех о которых я когда ты пользуешься ты о нем не задумываешься ну и не в системе инструмент который обновляет и саму систему и библиотеки и программы и прочее мы сейчас по коментариям выкроем где особо глубже а там почти ничего обсудить не нужно ну да ввести там собрал все не обязательно нет почему я хочу обсудить как ВКонтакте гораздо больше там где-то формы нет уже сильно почистили там сейчас даже обычную форму не найдешь я ВКонтакте я зашили нафиг такую ну по другой старой традиции у меня там аккаунт на который я уже несколько лет не захожу и вполне возможно меня его даже увели я честно говоря не задумался на эту тему у меня вообще есть что эти фейсбуки что-то прочее я на фейсбуке смотрели заходил что на ВКонтакте я вообще что-то смотрел потом время думаю все эти блоги все эти терния так поуталясь это нахрен все свои следы в интернете знаете кому нужно никому ведь это сделать всем на срать всем на срать вот там где есть и я все-таки пытался хоть как найти людей которым знаешь хоть как-то не на срать и собрать таких людей и что-то знаешь такое но на самом деле получается что да реально все на срать хотя нельзя сказать у тебя же есть послушатели которые тебе и донейшины присылают и делают доброе дело безвозмездно то есть кому-то кому-то что-то не на срать все-таки но в большинстве своем всем на все на срать я пишу подкаст они что-то делают вот и все это все на все всегда на срать потому что если всех всегда все будет ебать да будет пиздец полный да у тебя ни на что не хватит времени знаешь тоже это самое вот это вот то что то что я ставил у меня понимаешь у меня проблема не в том что как там написать или что-то что-то если бы у меня задача была там поебаться с этим с линуксом да без проблем хоть целый день но у меня задача поставить джиру я эту джиру за целый день так и не поставил я тебе вот что скажу проблема на данную секунду твоя с джирой и прочим это называется в том что линукс он недружествен к людям которые скажем так у которых нет желания разобраться ну не ебаться нет он недружественным людям которые не знакомы с системой скажем так поэтому если ты каких-то базовых концептов в линуксе не понимаешь то твои шаги будут первоначально болезненные пока ты не доберешься до всех этих нужных моментов когда ты с этим разберешься ты поймешь что это может быть даже где-то удобно где-то может быть отционно ну это знаешь это называется насильно этот приучивание к а мы вот это делаем вот так ну нет но опять же ты понимаешь когда ты садишься за автомобиль то ты должен знать правила дорожного движения знать какая педаль что делает правильно ты же не можешь сесть в машину и сразу поехать вот линукс это такая машина в виндовс это скажем немножко другая скажем это уже с автоматом то есть тебе не надо как раз сцепление сжать а просто можешь переключить а потом это приходит линукс и говорит слушайте мы тут поставили автоматическую коробку передач это практически такси ну не совсем поэтому тебе прежде чем чем-то пользоваться тебе как бы нужен мануал и ты жалуешься на то что тебе система интуитив с твоим опытом винды тебе система не интуитивно понятна и она не хочет вести себя как винда ну окей да в этом линукс очень может тебе показать свою эту самую убертую натуру не но мы пишемся сам тот факт что этот что мне просто из-за какой-то ошибки я просто знаешь уперся пока там десять тысяч форумов не прочел или пока вот ты мне на этот насчет иксов пока ты мне не тыкнул что там на самом деле файл не под тем юзером был сделан ну правильно ты от обычного пользователя пытаешься писать в рутовский файл нет да он тебе был принадлежал руту и ты пытался стартовать иксы он не мог писать в рутовский файл ну правда правда он об этом ничего не говорил а какого хрена рут мне написал в этом потому что первый раз ты запустил иксы от рута и он тут создал этот файл от рута в пользовательской директории круто ну ты же пускаешь в твоем каталоге от рута вот он тебе и сделал тут же а какого хрена он у пользователя сделал свой блин файл потому что рут может все это как Женя может все в этом подкасте не густо чё ну так research пришел надо прочитать его а после ну знаешь кстати да говоря о research где мы где мои карты это research или уже development research другую где мои карты где продукт пишется пишется я понял что мне не хватает концептуальных знаний я сейчас этот разбираю книжку по груди я думал ты ее закончил я ее тогда начал давай быстрей давай быстрей ну я отложил ее пока хотя я думаю вот это все таки проблема была не в грувях а именно в гре в грельсах то что вот он инжектик инжектит код после того как уже пронициализируется конечно это фишка именно грельсов да это больше фишка спринга 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 ну вот уперся но в принципе кстати сегодня вывалил этот ошибочку помнишь помнишь ошибочку у тебя такая вылезала конфликты типа ты жмешь reset 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 да 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 поставил на стак и орфлоп потому что меня это на какой-то глюк у этого ебаного и гита ага потому что я в игнор файл добавил все добавил у меня там целый список да 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 прошло раз у меня как раз reset 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 fuck you блин да просто удалил файл и все Я не понимаю, откуда это растет, потому что я не думаю, что это гидовская шняга. Это что-то у этого... Уже у реализации под Eclipse. Там он, ну, как кнопка не работает, как это может быть? И вообще, он не должен даже был считывать этот странный файл, он в гноре сидел. Хотя и этого не надо было делать. Я уже в гнор поставил. Добро пожаловать в Open Source. Так, теперь у нас в подкасте два поклонника Open Source. Поклонника? Да. Это я иронично. Я все понял на самом деле, почему Open Source улучшать нельзя. Мне Влад это объяснил. Потому что ты тратишь свое время и фактически деньги. Это надо делать точно, как Apple делает. Вот что-то там в Open Source сделали, какая красота. А теперь мы ее дополируем и вставим и сделаем коммерческий продукт. Да, совершенно верно. Open Source надо заниматься. Когда, допустим, вот у тебя есть контора, вы что-то делаете. Скажем, уже практически все есть Open Source, но немножко кривоватое. Взяли, как Apple допилили напильником. Получилось заебись. Можно обратно какие-нибудь патчи прислать, типа мы тоже участвуем в Open Source. И тогда всем хорошо. И вы взяли почти готовый продукт, сделали из него конфетку. Люди пользуются этой конфеткой, наслаждаются. И потом, типа, мы за Apple, мы за Apple. То, что там люди годами писали в Open Source, в контрибьютили, это как бы никто не сказал спасибо этим людям. Все сказали спасибо Стиве Джобсу. Да. Ну и Apple, в свою очередь, много сделал для Open Source, хотя бы на этом сам. На Самбу и на Caps, две системы, которые в Linux очень мощно используются, Open Source. Абл туда свои патчи попригнал. А ты знаешь, что в русском языке есть такое выражение, почти не считается. Давайте я не буду спорить, был заебный. Да, да, в конце концов сколько. А вот у нас почему интернет медленный. Нет, я только сейчас добавлю. Ну же, я поставлю там еще на закачку немножко музычки. Поставлю. Что-то, Jay-Z. Не, я просто это... Kanye West. О, слушай, это же можно на ночь, дай? Я ему на ночь буду. Можно. А туда просто таран кидашь? Куда? В Dropbox. Да. Можно в Dropbox кинтаран. Для нас раз подходит? Да. Круто. Можно здесь залить. А то у тебя там парочку аниме не хватает. Да, вот просто. Пару маленьких девочек. Самое главное, единственное, смотрите этот. Сколько места. Не, я к себе локально закачаю, потому что такую музыку, вряд ли, кто будет слушать. Вот. И если места мало, просто мне свистни. Он поставит новый ринд. Перекинешь в эти. Он поставит вид добавочек. Да. Я, конечно, неудачно назвался этим Big S. Big S, да. Как Android 4S. Android 4S. То есть, iPhone, я хотел сказать. iPhone 4S. Да, это тоже хорошо, 4S. Я хотел, типа, Big Storage. Ну, не писать же все. Big Gas. Там Storage A, Storage B. Ну, как-то красиво, удобно. Это не по-полоски. Ладно, сделать. Ты их объедини в один общий. А я, я... Сделай этот самый, как его называют. Я... Я хотел, но не успел, мне сдох. У меня друг бокс первый сдох. Слушай, круто, конечно, в одной сети жить. Это просто... Все это на самом деле на чем. Давайте писать, что-то. Прожили в сети. Три, два, один. Ну, все. А как подкаст хоть назовем? Ебунту. 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 О, блядь. И... Ебунту. А у них, кстати, было Ебунту. Они сделали с пакетом, там, где много обучающих программ. Вот это пора, это, Жень. Вот из этого всего оставить, чтобы подкаст-сайт просто RSMP.me, а на нем уже на стрим, на подкаст-сайт, на YouTube и на твой блог ссылки оставить. И все. Подписи можно просто оставлять RSMP.me, и все. Логично? Погоди. Во-первых, здесь уже есть ARPOD, YouTube, твой блог. Так что и стрим уже говорят, где слушать стрим. Так что из всего надо просто указать... Да ладно, оставим это, пока это, знаешь... Не мы же платим за ARPOD-овский трафик. Нужно поддерживать старые версии, правильно? Кстати говоря, о старых версиях, да. Не, на работе надо Backport compatibility писать для новой библиотеки. Так. Я сам там, блядь, не знаю, что я делаю. Что я делаю? Шоу-ноутисы. А! Надо записать название. Да понял, я понял, понял. Хватит меня уже этот. Я знаю, знаю, все знаю. Как произнести ебунту? Ебунту. 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 Я джевархалал в миру. Мне все равно, как будто там джевархалал. Руки мыть надо. Да, слушай, подказ в трех цветах. Это, конечно, добавлю. Хочешь, редактирую, я не... Ты что сделал? Срезал, молюсь. Ты на тебе молюсь-то? Смотри. Так. Ну, анду. А в чем в трех цветах? Так. Фигурально выражаюсь. Так. Я просто хочу поставить... А, кстати... Во, вот это вот надо будет на следующей неделе ставить. Да? Я не знаю, если до кого-то допрет в подкасте, я не думаю. Во-первых, никто не знает, что это за песня. А, во-вторых, Maverick. На следующей неделе что выходит? Будет Apple конференция. Возможно, выйдет официально Maverick. Ну, в операционке, ладно. Не важно. Шутка не удалась, а я понял. У нас только один такой человек, ориентированный на качественные операционные системы. Ну, а остальные все поклонники open source. Правильно? Я, 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 я не хочу уже про это говорить. Я уже... Я уже много чего. Болеть. Не-не-не, слишком медленно. Тоже медленно. Жень, это я бы тебя оставил. Что это такое? Хуй знает. У меня все оставляется. Что она оставляет, что ты оставляешь. Я забираю. Я ничего не оставляю. Все как было. Оставил все как было. Так. Чуваки, мне надо выбрать, я не знаю, что выбрать. Я тебе скажу. Позволь решать поле случая. Поставь рандом и нажми три раза вперед. В общем, три. Чтоб рандомно было. Окей. Блядь. Три раза. Ну, я три раза нажал. Чуть-чуть подтормаживаю. Тут все. Она вторую просто не успела даже загрузить. Ну, он сказал три раза. Я нажал три раза. Ну, что, рандомно. А ты же сказал, выпрыгай с балкона? Я бы тебя выбросил. Добрый такой. Стараюсь. Так. У него оптимизированная система распознавания речи. Хе-хе. Уходя в себя, всегда попадаешь в отличную компанию. На один, на две компании. Что? Всегда попадаешь в отличную компанию. Отлично получилось. 5 сентября 2013 года, 17 часов 49 по утрамовскому времени, в эфире, 363-й подкаст, Аттанску Ася и компанию. Ебут. Смотри, как классно. Я спросил у дяди Феди, почему машина едет? Дядя Федя нос потек и сказал, у нее потом. У нее мотор. У нее мотор. У ей. А у нее. Ах ты, сука, я мое. Так. О. У меня надо в магазин сходить. Я сегодня заправил этот. Заправил. Заправил этот. Через Федо. Через онлайн. Что я подорожу, что у меня деньг уже не осталось. И получилось все тоже веселое сообщение. Про 72 часа. Я до сих пор жду. Так, 72 часа, это сколько дней? Три часа. Что ты скажешь? Гениально. Да, ну а теперь мы идем в магазин. О, ты вот этот, да? Да мне все равно какой. Нет, желательно там, где кредитки принимают. У меня наличных нет. Какой-то. Слушай, дай я до дома дотащусь. Дотащить, дотащить. Сейчас я микрофон соединю, и Виктор будет в террасе. Да ладно, давай в онлайне. В террасе. Нет. Публично. Я радская версия. Я публично больше не луплю. Псс. Слушай, а че? А че? А че? А че? А че? А че? А че за вот эта хрень, о которой вы говорили? Это то, что у него стоит уже, и ты говоришь, напрягает кейс, а на кого стоит? Ну, апбрегатура сделку. То, что у тебя уже на системе стоит, и... Я договорил, что она все равно важная форма. А, PGB. Да, да. А, PGB. А, PGB? А, PGB? А, PGB? Преди... PGB? 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 Это, короче, шифрование с односторонним, с открытым ключом. То есть, я тебе, ты когда пишешь сообщение, ты его криптуешь своим ключом, присылаешь мне, у меня если есть твой ключ, твоя открытая часть ключа, то я могу, во-первых, удостовериться, что это ты подписал это сообщение, лично ты, конкретно ты. А, во-вторых, только я могу прочитать, если ты его закрептуешь моим ключом. Да, потому что там... То есть, мы обменяемся с тобой открытыми ключами, после чего нашу переписку прочитать... Там есть... Там есть... Там дистрибьютуют... Есть ключица онлайн, то есть ты можешь свой онлайн, ты можешь свой private, ой, смысле, open key выкладывать для всеобщего обозрения. В безопасности есть два понятия авторизация и... Authorization и... Authentication. 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 Спасибо, Виктор. Вот, в PGP есть интересная система аутентикации. Да. Фишка в том, что обычно сейчас все держится на, как это называется, центральных authorities. То есть, когда ты идешь на шифрованный веб-сайт, типа HTTPS, вот, и по идее, кто тебе говорит, что вот этот вот ключ, который тебе дают, этот сертификат, что это не выписан Пупкина. Ну, некоторые из них так и выписаны. Да. И сразу тебе предупреждают, что этот ключ подписан, там, типа, самый выписанный сертификат. Да, самый выписанный. Но, по сути, кто тебе скажет, как бы, что это правильный сертификат, есть? Ну, да, есть вот эти вот центральные authority, которым все доверяют. Ну, все. Вот. И, как бы, твой браузер, соответственно, когда он говорит, что подписан таким-то авторитетом, то он, конечно, доверяет ему. Вот. Но, по сути, может на сей прийти, к этому авторитету и сказать, теперь ты нам сделаешь пару-тройку этих… Да. Это, по-моему, не то, что теоретически, это уже было фактически. Да. И в итоге что получается? Любая коммерческая организация может прийти и сказать, а, чувак, а теперь нам с повестки прийти и сказать, ты нам нашпигуешь. Окей. Что происходит в PGP? Там распределенная вот этот authentication. То есть, что происходит? Ты делаешь себе ключ. И вот публичный… Публичный ключ ты раздаешь кому угодно. Ну, может, как в интернете выставить на своей странице. Ну, есть несколько репозиторий, куда ты чисто… А, да. Можешь еще репозиторий. Да похуй. Все можешь раздать. Причем там есть еще уровень валидации. Например, если я знаю тебя лично и ты мне лично дал свой ключ, я проверил… Ну, это и называется… Что он такой, я так и поставлю, что это… Вот этот трастет ключ, потому что я этого человека лично знаю и это не сведе его ключ. То есть, распознание тебя идет через людей, которые тебя знают. Вот. То есть, я, например, ты можешь притащить свой ключ и я типа… Я Ваню знаю его очень хорошо. Значит, любой человек, который зашифрует твоим ключом, он будет знать, что это придет только к тебе. В смысле, прийти можешь кому угодно, это побрабатывает, но только ты сможешь расшифровать сообщение. И он знает, что когда он этим ключом подписывает, он не подписывает ключом, который потом НССР расшифрует, а только ты. А у нас тоже были какие-то слабости в расшифровании. Но, кстати, это самое… Там были слабости в начале, когда чувак сам собственную криптографию придумал. Эти сразу взвыли все эти безопасники по поводу, потому что оно реально, знаешь, такой пинок по яйцам. Я подписываю твоим ключом и присылаю тебе. А им, чтобы это взломать… Там такое изъебство, чтобы это взломать. И до сих пор, по-моему, особо и не взломается. Поэтому… Увы и ах. Но там, знаешь, там именно такой прикол. Ты можешь открытое письмо посылать, не обязательно его… Это самое… Не обязательно его криптовать, но при этом ты можешь его подписать. То есть берешь текст, он отсюда досюда, ты говоришь, что я его подписываю. Он пишет туда слепок твоего ключа, вычисленный при помощи вот этого текста. Получается там какая-то комбинация. И когда я получаю, я могу проверить, что вот эта часть подписана именно твоим ключом, потому что там слепок совпадает с тем, что указано в базе данных. То есть если ты его подписал, зная свой личный private ключ, то ты можешь его подписать так, что всегда реально ты подписал. А короткая версия, Snowden пользовался PGP, его не поймали. В двух словах. Snowden пользовался. Ну да. А я просто что-то так подумал, было бы весело просто потроллить. В этом Warclinux, когда пакеты эти самые распределяют, эти ментейнеры, короче, он пакет подписывает своим ключом, и ты можешь знать, что если этот пакет приходит от этого чувака, который участвует в дистрибьюции, то значит это... Мне просто веселуха. Доподлинный пакет. Так подумал. Пусть народ там... Я лучше подумал, что когда у меня будет нормальный компьютер, я из этого компьютера сделаю маленький Linux. Пожалей компьютер. Да нет, просто все задросло на нем буду делать, в смысле как задросло. Знаешь, у меня будут маленькие люди в Project Car, у меня в Project компьютер. А еще мне интересно вот эту дополнительную батарейку, где бы ее взять. У меня есть дырка для этого... О, подарите? Есть дырка? Ну да, вот так вот. Это можно для токовки. Нет. Ага. Для токовки? А это для токовки. А это для токовек. Какая она понадобится. Не знаю. есть он только каким-то образом не кредит цикл топ да а это просто для большой батареи хуйня ты думаем и вытаскиваешь и большую боль огня дополнительно там отдельная функция а ты куда пошел домой когда я ставить ноутбук отнести да да конечно ну всем подслушателем пиратского подкаста до свидаус до свидания до свидания побеситься в учет стоп-братказ до стоп братка стоп 1 2 стоп брат